Денис, приветствую тебя. Привет всем. Традиционная встреча для четверга. Обсуждаем рынки, говорим о технических нюансах, интересных паттернах, каких-то уровнях и возможностях тоже. Также обсуждаем новости, то есть фундаментальный фон, который тоже влияет, разумеется, на то, что на рынках происходит. Сегодня, как мы с тобой ранее обещали, у нас выпуск уже после выхода данных по инфляции. Мы уже, оглядываясь назад, можем сказать, что отчет явно был переоценен с точки зрения своего влияния, потому что индекс доллара, как был на тех же самых уровнях, в районе 104-60, так и продолжает топтаться там уже после выхода отчета. Да, локальный всплеск какой-то волатильности был после выхода релиза, но в конечном счете рынок остался по-прежнему в таком недоумении. Ну что же сделает американский регулятор, потому что очень сильно вероятность повышения ставки по данным инструмента FedWatch так и не изменилась, хотя должна была измениться, учитывая, что это отчет по инфляции, и именно на инфляцию Федрезерв осмотрит принятие решений по проценту ставки. Буквально пару слов о том, что было по статистике, я думаю, все и без этого прекрасно знают о цифрах, но все-таки скажу, что основной из потребительских цен вырос, однако базовая инфляция, которая имеет большее значение для Федрезерва принятия решений по ставке, она снизилась с 4,7% до 4,3%. Поэтому логичнее даже предположить, что при снижении базовой инфляции у Федрезерва появился еще один довод и аргумент, указывающий на то, что инфляция продолжает снижаться, и это должно привести к тому, что ФРС все-таки откажется от дополнительного ужесточения монетарной политики до конца этого года. По вероятности тоже можно сказать, она снизилась, в частности, если про сентябрь говорить, то до выхода отчета 7%, вероятность была сейчас 3%. Что касается повышения ставки до конца года, была в районе 38%, сейчас чуть повыше 40%, 41%. Но не сильно изменилось, по сути, отчет по инфляции не привнес ничего нового. И чуть-чуть даже запутал трейдеров, потому что, с одной стороны, основная инфляция растет, с другой стороны, базовая инфляция снижается, и трудно сделать какие-то объективные выводы. Я решил пару слов буквально про американскую валюту дать еще последний шанс, чтобы этот инструмент создал условия для себя, на которых можно было бы снизиться, отстроить эту короткую позицию. Сегодня будет промышленная инфляция, посмотрим, как доллар реагирует на ней. Но главное событие, все-таки, текущей торговой сессии, я предлагаю к демонстрации КАН перейти. Как раз главное событие – это ЕЦБ, сегодняшнее заседание. В 12.15 по GMT ждем решения по ставке, и через полчаса после этого традиционная пресс-конференция Лагард, главы Европейского Центрального Банка. Вот последний опрос со ссылкой на Bloomberg, большинство, 60% респондентов, считают, что ставку с него сегодня не повысит, но ее оставят на прежнем уровне. И меньшинство, но это такое, меньшинство чуть-чуть меньше большинства, это не то, чтобы там 20%, 80%, нет, а 55% и 45%, скажем так, в распределении, считают, что ставку все-таки повысит. Ты знаешь, Денис, на основании тех данных, которые выходили в последнее время по европейской экономике, ну прям ни одного хорошего отчета и тотальный негатив, причем из-за некоторых индикаторов прям стало страшно за европейскую экономику, это, конечно же, ситуация гораздо хуже, чем в США, потому что индексы активности производственного сектора, сфера услуга не просто там болтаются в пограничной зоне между восстановлением и спадом, они вообще давно глубоко в зоне спада и причем на минимальных значениях вообще с ковидных времен. И это может стать причиной все-таки рецессии в еврозоне, тем более, что Еврокомиссия также присмотрела прогнозы экономического роста Германии, вообще прочит уже рецессию, то есть ожидают спад на 0,4% по-моему в этом году. ЕС в целом, экономика еврозоны останется на положительной территории, но там прирост будет символичный. Но судя по вот этим последним данным, я не удивлюсь, если что-то вроде рецессии замаячит и для в целом экономики еврозоны. Если уж ПРС в сентябре решил, что ставку не будет повышать, я думаю, что в таких условиях логично предположить, что Европейский Центральный Банк тоже пока что не пойдет дальше и решит посмотреть за развитием событий. Поэтому я сегодня на стороне тех, кто считает, что ставку не повысят, и думаю, что это может привести к локальному развитию нисходящей динамики. Но это здесь, опять же, на своем брифинге, я тоже говорил, ключевое слово – краткосрочный и локальный. Не значит то, что все, долгосрочно шортить евро-доллар до паритета. Нет, сегодня все-таки новость, импульсные движения будут. Я допускаю, что на этой новости пара евро-доллар может протестировать поддержку 1,0650. Но около этого уровня, я думаю, что будут уже вот эти минимумы и ниже этой планки. Европейская валюта вряд ли уже пройдет в долгосрочной перспективе. Так, что касается золота. Сегодня прям обеими руками за то, чтобы золото шортить, 1906 долларов за трость к лунцу. Сейчас сантимент почти 80% трейдеров, сейчас могу точно сказать, 77% трейдеров золото покупают, и мы видим, что настроения не меняются неделю, золото действительно снижается. Был шанс вчера у золота покупателей перехватить инициативу на данных по инфляции в США, но этого не произошло. И плюс ко всему мы прямо сейчас находимся на локальных минимумах. Я думаю, что прямо просится тест поддержки 1900, но, как правило, такие тесты не проходят под просто таким легким проколом. Будет серьезно, наверное, нырок еще ниже, где-то 1880. 1870 я вполне допускаю. Поэтому здесь приоритет за короткими позициями. И пару слов буквально про рынок нефти. Здесь предсказуемый рост. Раньше комментировали нефтянку. Я отмечал, что точно будем расти с целями 95 и выше по бренду. Сейчас очень хороший, позитивный фонд для роста котировок нефти. В частности, последние новости от Bloomberg. Тоже ожидание и прогнозирование дефицита. Это предложение аж в 3 миллиона баррелей. Учитывая то, что Россия и Саудовская Аравия сократили, согласовались с дополнительным снижением добычи еще на 1,3 миллиона до конца этого года. Поэтому дефицит предложения будет толкать котировки все выше и выше. Завтра, кстати, выйдут данные по промышленному производству Китая. Я здесь тоже оптимистично настроен. Даже по прогнозам будут неплохие показатели. Надеюсь, что Китай, промпроизводство – это индикатор спроса на нефть, может еще больше поддержать нефтянку. Я бы даже сказал, Денис, что амбициозно 95 при оптимистичном развитии событий мы можем увидеть даже до конца недели. Почему бы и нет? Так, ну что, слово тебе. Спасибо. Так, хорошо. Значит, по порядку, по поводу евро. Значит, евро, да, я соглашусь с нисходящим движением. Единственное, конечно, хочется, как по мне, не хватает такого заброса вверх для того, чтобы классно действительно продать. Потому что уже на практически проэкспирированном контракте фьючерсном, у нас же сейчас неделька экспирации и переход на декабрьские контракты. И в этот момент как раз у нас на прошлой неделе был очень красивый точный объем залит. Вот прям очень хорошо видно, реально объем очень сильный, он дал реакцию вверх. То есть я за продолжение нисходящего движения, причем здесь и по опционам это хорошо видно, причем с целями в районе 1.05, ну это более такие долгосрочные. А краткосрочными целями я бы назвал все-таки это обновление в район 1.06.30 и ниже. Единственное, только вот от какой именно зоны, потому что текущий продавать, но мне лично не очень хочется, потому что, как по мне, слабенькая маловато была коррекция и хотелось бы здесь увидеть, вот особенно на ставке, которую я, кстати, просматривал вчера, там 50, ну условная связь, там 50 на 50 вероятность повышения или нет, хотя было бы логично на самом деле повысить буквально на 0.25 и на этом сказать, мол, все, ребята, финиш. Вот мы на этом заканчиваем и делаем большую паузу. Тогда, собственно, выброс вверх и после этого уже, когда рынок немножко отрезвеет, после новостей уже красиво спустится вниз. Вот, но это не более чем так немножко фантазии на тему, что могло бы быть, если, но в целом, да, я всегда ожидаю нисходящее движение, для этого есть два диапазона. Первый у него также сочетается еще одна вторая маржиналки плюс зона продавцов, а вторая еще подкрепляется профильными объемами, которые весьма значимы, если это рейтинговый профильный объем, на протяжении вот падения, которое у нас началось еще со второй половины июля. В общем, здесь все точно так же за нисходящее. По поводу золота, да, у меня те же самые мысли. Единственное, только для того, чтобы продать, хочется, чтобы коррекцию хоть какую-то показали, потому что, ну, стекущий продавать, не факт, что мы получим импульс, там могут опять вот такие распиливания делать. А вчера действительно была попытка здесь протолкнуться немножко выше, но абсолютно не увенчалась успехом, поэтому здесь я исключительно за нисходящее движение, причем на ретест минимум, либо хотя бы вот эта вот зона 1885-1893, то есть это диапазон между двумя сильными локальными уровнями поддержки. Туда я считаю, что сочет большая вероятность удалю, потому что по пути особо значимой поддержки, ну, не считая там 1-2 маржалки, это не самый большой показатель, то по пути здесь толком ничего и нету. Поэтому я точно так же за продолжение нисходящего движения здесь, ну, без исключения. По поводу нефти, что могу сказать, да, продолжение роста. Хотелось, конечно, меня очень убедить здесь вот коррекцию, чтобы вниз, ну, хоть чуть-чуть добились, чтобы можно было войти в покупки, потому что с текущей входить, ну, очень прям. Как не хотелось, так и не хочется, но мы видим, коррекцию все никак и никак не дают. Цель у меня по нефтемарке VTI прежней, в районе 93 долларов за баррель. Это приблизительно где-то 98, это где-то так, 98-100, это по бренду. Я не могу сказать, что прям такой оптимист, что на этой неделе цена может добить верх, но теоретически возможно все, но могут и через там какой-то еще флейт или небольшой откат и все равно пойти вверх. Но в целом, как бы, да, я за продолжение роста, то есть у меня цели с прошлого или позапрошлого нашего состава брифинга абсолютно никак не менялись, то есть в район 93, но это по нефтемарке VTI. То есть здесь никаких абсолютно изменений, исключений не было. Вот, конечно, вероятность глубокая коррекция здесь практически нулевая, то есть очень-очень низкая, но хотя бы в эту область накопления, что-то типа треугольничка сделали, вернуться, потестировать сами накопительные объемы и потом двинуть вверх, ну это было бы, конечно, супер. Поэтому по VTI у меня абсолютно те же самые мысли. Вот, и могу еще буквально пару слов, если не против сказать, по индексу S&P 500, потому что как раз его буквально перед брифингом закрыл, потому что здесь уже у нас новый контракт, это декабрьский фьючерсный контракт, уже текущий сентябрь проэкспирированный, и получился у нас вот такой вот, ну это не гэп, это разница стоимости в контрактах, но частенько тоже закрывается. Поэтому так как у нас вблизи локального сопротивления находится, я думаю, что получим такое вот локально нисходящее движение и потом все равно пойдут вверх на добой. То есть здесь тоже очень красивая ситуация просматривается, кто фондовые индексы торгует, я бы советовал, конечно, присмотреться к этому моменту. Я просто не стал рисковать, уже заранее закрыл те покупки, которые от нижнего диапазона были, и дальше, собственно, ждем вот такого развития событий. То есть здесь фондовый рынок США, он, в принципе, немножко оторван от реальности, как, кстати, и европейский. Особенно учитывая то, что по евро достаточно сильное давление, а европейский фондовый рынок еще очень бодренько себя чувствует. Это все до поры до времени. Ну, в общем, коррелирует у нас анализ весьма неплохо, и это меня радует. Денис, спасибо тебе за рекомендации. Ждем ЕЦБ, ждем, как в итоге отреагирует евро, смотрим за тенденциями, в том числе на рынке нефти. Я надеюсь, что мы с тобой, я уверен, что мы с тобой правы, в данном случае увидим локальный максимум, что по бренду, что по WTI. Ну, действительно, фундаментальный фонд сейчас прям не к чему придраться, чтобы говорить о каком-то серьезном или вообще каком-то развороте. Поэтому спасибо тебе за то, что смог найти время, подключился, обсудил рынки. Тогда увидимся через неделю, в следующий четверг, снова обсудим, что там изменится, если вообще изменится что-то на рынках. И подведем итоги, дадим новые рекомендации. Спасибо тебе, Денис. Хороших выходных. Да, всегда пожалуйста и взаимно. Всем спасибо. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok